К другим темам. В одном из информационных выпусков мы рассказывали о конкурсе «Доверие потребителей», который во второй раз проводится в Новошахтинске. Сегодня на заседании комиссии по защите прав потребителей состоялось награждение победителей конкурса. Конкурс «Доверие потребителей» проводится в нашем городе уже второй раз. В прошлом году жители города и жюри имели возможность оценить работу торговых объектов, реализующих свежее мясо. В этом году название «Доверие потребителей» уже у нас в этом конкурсе участвовали предприятия «Торговля города», в которых осуществляется торговля продажа продовольственных товаров универсального ассортимента по методу самообслуживания. При этом мы поделили на несколько категорий и посмотрели не только наши крупные сетевые торговые объекты федеральных сетей, но и посмотрели на сеть наших предпринимателей и на именно сеть, которая по итогам данного конкурса подтвердила право, что она успешно конкурирует именно с федеральными сетями в городе. Диплом победителя городского конкурса «Доверие потребителей» в номинации локальные предприятия «Торговля», в которых осуществляется продажа продовольственных товаров универсального ассортимента по методу самообслуживания, награждается магазин «Фасоль», проспект Ленина, 5А, директор Савченко Сергей Васильевич. «Глубокому сожалению не смогла попасть в основу, но сказали, что все зашли и ахнули». Я вас поздравляю, действительно, вот на сегодня вы конкурент среди ленты магнитной «Песелочки». «Мнение Жуль». «Хочу предлагать администрацию города за объективное, конечно, такое обследование нашего города, да, все-таки это стоит уже времени, труда, определенного подготовки, организации, согласно». «Спасибо за этот диплом. Хочу помогать своих сотрудников, которые участвовали очень плотно, вот с перестройкой моей очень тяжело, фирму «Метро», которая плотно сотрудничает, которая им тоже дала советы, и «Роспреднадзор», у которого очень много изменился, как правильно сделать, как правильно выглядели про проходы там, во всем остальном. «Роспреднадзор» наш дорогой. «И в номинации «Крупноформатные предприятия торговли», в которых осуществляется продажа продовольственных товаров универсального ассортимента по методу самообслуживания, у нас награждается семейный гипермаркет «Магнита» от «Тандр Харьковская-122», директор штепа Андрей Николаевич. Почему? Потому что вот они все-таки показали среди всей вашей огромной сети, которая у нас в городе на сегодня есть, что вы сегодня по достоинству заслужили право быть первыми. Поэтому так держать, несмотря на конкуренцию ленты, да, которая вам создала. «Спасибо за досугую оценку, очень приятно». «Всего хорошего». Знаете как, вот это яркий пример развития предпринимательства в нашем городе. Почему? Потому что еще буквально несколько лет, так как я еще курирую с первой нестационарной торговли, посещали один нестационарный павильон и все время говорили, да, ну вот что бы получше в нем сделать, чтобы он выглядел лучше. И в этом году, когда мы участвовали в конкурсной комиссии в объезде наших конкурсантов, были очень удивлены многие из нас о том, что вот из такого нестационарного павильона сегодня у нас в городе есть супермаркет «Универсам номер один», который награждается в номинации за формирование комфортной среды для граждан при обретении товаров в предприятиях малого бизнеса. Это масштабный рост, который нельзя ни отразить, ни показать, ни похвалить, и вообще не наградить. Вот я вам желаю дальнейшего развития, чтобы вы у нас стали такими, как лента. Спасибо.